Сборочный цех «Уралтрансмаша» покидает одна из последних самоходок, созданных по заказу Министерства обороны в рамках трёхлетнего контракта. Машина прямиком отправляется в войска. Своеобразный подарок артиллеристам накануне профессионального праздника. Версия 2С19М2 самая новая в семействе самоходных гаубиц Мста и одна из самых грозных в мире. Перед отправкой её проверили на полигонах и стендах. Хоть сейчас в бой. На сборку одного изделия уходит больше двух месяцев, тогда как предыдущая версия собиралась вдвое быстрее. Работы стало больше. Место механика-водителя оборудовали автоматизированным комплексом. Получила интеллектуальную начинку, система наведения и управления огнём. Появились кондиционеры и современная связь. Ну это сложное изделие, очень сложное. Для этого в войсках должны быть очень, так сказать, квалифицированные экипажи для эксплуатации этих изделий. В войсках за три года новая Мста заслужила хорошую репутацию. Надёжная, как и прежние версии, она стала более скорострельной. С ней российские артиллеристы впервые смогли совершить огневой налёт всего лишь одним орудием. Только представьте, с минимальным интервалом самоходка выпускает от пяти до семи снарядов. И они под разными углами приходят к цели практически одновременно. Сокрушительный удар для противника. Нанеся удар, гаубица тут же уходит. Сделать это нужно как можно быстрее, чтобы не попасть под ответный удар противника. Конструкторы постарались, чтобы расчёт не терял драгоценное время. Из боевого в походное положение машина переводится всего за одну минуту. Механизм подачи снарядов получил гидравлический привод. Раньше вся эта операция производилась вручную. И на неё у расчёта уходила в 10 раз больше времени, чем сейчас. Пустым этот сборочный цех будет стоять недолго. В специальных КБ на мониторах уже рождаются машины с новыми боевыми параметрами. Конструкторы уверены, модернизационный потенциал гаубица Мста не исчерпан. И отправляемая сегодня войска версия далеко не последняя. Евгений Аксёнов, Константин Елымов, телеканал «Звезда», Екатеринбург.